Наше путешествие по России продолжается, и мы направляемся к истоку зарождения нефтепромысла Татарстана в поселку Шугурово. Путь от Бугульмы до Шугурово составляет 55 километров и занимает около часа. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция – это довольно большая зона, которая раскинулась от Великой Волги до Уральского хребта. Она включает Башкортостан, Татарстан, Удмуртию и несколько областей при Волгограде, Саратове, Самаре, Астрахани, Перми, Оренбурга. Изучение тектонического строения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции специфических геологических особенностей, строения и форм показало, что многие своды располагают одновременно несколькими вершинами. Им свойственно наличие выступов, валов. Наиболее значимый по площади свод – татарстанский. Скважина номер 3 – первооткрывательница ромашкинского месторождения. Здесь, начиная с июля 1948 года, добыта 421 740 тонн нефти. Залежи этой провинции в центре страны, в местах с умеренным климатом, на пересечении основных транспортных артерий, были открыты гораздо позже других крупных нефтегазоносных районов страны. О наличии нефти и серы на территории Казанской губернии было известно давно. Кое-где там и земли, пили, нефтесодержащие и серноводные ключи. В 1830 году правительственный департамент горных и соляных дел направил Поволжье первую экспедицию для разведки полезных ископаемых под руководством геологов, тогда их называли геогностами, Николая Широкшина и Алексея Гурьева. Сильно продвинул Поволжскую геогностику капитан корпуса горных инженеров, профессор Геннадий Романовский. В течение 7 лет он детально обследовал места поверхностных нефтепроявлений близ городов Бугуруслан и Бугульма, между речи Сока и Кеннели. Потенциально высокая нефтегазоносность закамья была доказана. Надо было только бурить. Родник северодородный. Родник имени Абдулина Байрака Фатыховича, выдающегося нефтяникова, истинного патриота родного края. Первую закамья скважину заложил в 1864 году бугульминский помещик Яков Малакиенко. В течение трех лет он пробурил несколько скважин в районе реки Шишмы. Самая глубокая из малакиенковских скважин достигала 74 метров, что было довольно много по тем временам. Увы, предприятие Малакиенко оказалось нерентабельным и вскоре закрылось. Но свято место пусто не бывает. По Волжье пришел неутомимый Ласло Шандер. В 1877 году Шандер начал буровые работы и за три года пробурил пять скважин глубиной от 40 до 350 метров. Хотя они и не дали нефтяного фонтана, но признаки большой нефти были налицо. В своем сообщении горному департаменту Шандер сообщает, приселения Шугуры и Сарабикулова находятся в громадном количестве залежи земли, пропитанные нефтью. Шугуровское хозяйство. Вот немаленькая техника. Это все производители более современных машин. На этой земле 30 мая 1945 года было создано первое в Татарстане нефтяное предприятие Шугуровский укропненный нефтепромысел, ставший отчимым домом Ингдой Нагорскнефти и всех нефтяных управлений Татнефти. Шугуровская скважина номер один в сентябре 1943 года дала первую нефть Татарстана. До Шугуровской залежи геологи докопались только через 63 года. В 1943 году в разгар Великой Отечественной войны здесь, на юге-востоке Татарии, недалеко от Альметьевска, было открыто Шугуровское месторождение, первое в Татарстане. Но главное открытие произошло через 5 лет, когда, ведя поиск от Шугурова на северо-восток у деревни Ромашкино, буровики вскрыли мощнейший дивонский пласт. Так было открыто Ромашкинское месторождение, настоящее Второй Баку. По объему добычи оно существенно превзошло первое. Первоначальные запасы Ромашки составляли более 5 миллиардов тонн. За 70 лет интенсивной добычи 2,2 миллиарда тонн нефти уже отобрано, но как минимум 5 миллиардов еще остались. Сегодня годовая добыча здесь превышает 15 миллионов тонн нефти. Ромашкинское месторождение Парк истории нефтяной техники. Здесь стоят образцы качалок. Здесь есть различные виды, различные технологии. Вот этот балансирный станок качалкой. Все это тип балансирных качалок. От больших до малых. Здесь очень интересные экспонаты. Это безбалансирный станок качалка. Привод цепной скважинного штангового насоса. Эта вышка эксплуатационная трубная. 50-70-е годы 20 века. Ну вот это скважина номер один. Ласло Шандора. 1874-1877 годы. Воссоздана по данным архивных документов в 19-м году. Пробурена американским предпринимателем. Глубина скважины 354 метра. Высота буровой вышки 9 сажен. 19 метров. Здесь вот такой небольшой сквер. Ну а мы подходим к землянке. Землянка воссоздана по воспоминаниям местных жителей и работников Ромашкинского неспепромысла в 2019 году. Здесь довольно прохладно. Продолжение следует... Глубинное технологическое оборудование. Ну вот мы подошли к музею нефти. Здравствуйте. Музей нефтеленоборский. Тоже очень богат на истории. Больше 50 лет. А у нас музей он очень молодой. В августе будет 7 лет только еще. В 1976 году был основан гербродный завод по старому типу. Основателем этого завода является американский предприниматель Ластер Шандер. А уже чуть позже, в 2013 году, было принято решение завод полностью ликвидировать, то есть демонтировать. А уже 21 августа 2015 года, именно здесь, на этом месте, был открыт музейный комплекс Шугурова. Еще пару раз про бывший Шугуровский нефтеленоборский завод. От всего завода осталось 5 зданий. Вот этот навес. Раньше мы под этим навесом сливали горячим литебитом бумажные мешки. Далее здание бывшее операторное. Мы его сохранили первое здание в виде тоже, от завода осталось. Дальше чуть выше, вот макушку только видно, из местного камня построили. Здание битвы плавильник. Мы его еще по-другому называем, как старый завод. Построено в 1906 году. Во время строительства камень применяли местный, деревень Каркалей. Там каменный карьер у нас. Один уже больше 50 лет, ну, пилит камень. А сейчас вот новый открыли. В одном дробе. То есть дроби нет. Во время строительства в раствор добавляли яичную скорлупу и желток. Это в записи тоже есть, это не сказка. Здесь вот отсюда, недалеко деревень Новый Штиряк. Всегда по радио председатель сельского совета делал объявление. Это во всех деревнях так было. Там шерсть собираем столько-то, яйцо собираем. Было это все. Даже вот где голубые еле стоят. Здесь стояли реактора, 9 штук высотой от 19 до 23 метров, где мы окисляли битум разных марок. Выпускали битум двух видов. Битум строительный, битум дорожный. Строительный битум еще подразделялся на несколько видов. До 17 марок выпускали. Голубые ели, высаженные в 2015 году. У нас с вами началась с 1876 года по 1945 год. Речь пойдет про битум роз и песчаник, который мы добывали, переработали. Здесь вот проходит река Шишма. Многие спрашивают высота горы. Лад поверхности реки Шишма высота горы 91 метр. В прошлом году нам геологи дали точные данные. До этого времени мы все время говорили, что самые высокие точки в Татарстане это в Азахаевском районе гора Чатартау. Если кто слышал, там высота горы 35 метров. Раньше в этом здании находились смены операторов, мастера, инженерно-технологи и так далее. Именно сейчас вот этот один зал. С нами вот на сегодняшний день, уже седьмой год, работают уфимские музейщики. На площадке выезжают машины, загружают горячий битум. Один оператор стоит, открывает кран, второй держит бумажный мешок. И вот когда именно идет слеп битума, нельзя было, чтобы мешок попало в влага, даже слежинка. Сама история не только пояса разработки, не только нефти, а целых полезных ископаемых начинается с 1700 года. Именно в 1700 году Петр I издал приказ. В 1700 году там написано, что любой человек, не только в России, вне зависимости от чьего и достоинства, все имели право вести поиск разработки полезных ископаемых как на смеси, так и на чужой. Единственное, этот человек, находив такие места, будь месторажение драгоценных камней или месторажение нефти, должен был сообщить правительству и платить налоги. Если человек этого не сделал, вот так вот людям доказывали, вот это смертный козей. А самую большую роль в развитии нефти нашего края сыграл именно тот самый американский предприниматель Власло Шандер. В 1874 году он приезжает по Ульминской район, губернии тогда назывался. Через года два набирается до земли Шугуром сюда к нам, это 1876 год. И вот он первый увидел вот этот битуменозопесчаник, а битуменозопесчаник здесь он на поверхности земли. Времен Шандер. Здесь показано, как в то время собирали битуменозопесчаник. Недалеко от нас проходит река Шишма. На берегу стояли открытые котлы, вот такого типа, открытого типа. Сначала приготовили горячую воду, у подножия горы собирали битуменозопесчаник, привозили к котлам, высыпали, и долго-долго вручную перемешивали, по 6-7 часов. Ломали вот эту породу битуменозную за собой, патологу укрепляли, патологи стерва вот таким образом. Вот скобат. Это современный, вот раньше, чтобы не рухнуло. Сейчас, это вот как будто уже конец 1700-800. Кроме того, что он говорил битум, им еще здесь же пробули на 5 скважин. Самый глубокий скважин он продал на 354 метра, а надо было добрыть до 600 метров. Он своей цели не достиг, у него закончились средства. То есть это он написал письмо самарскому губернатору, где просит помощи. Но губернатор на его письмо никак не ответил, то есть помощи ему не оказали. Прошение американского гражданина Васла Фандома. А потому что письмо получается без всякой стерильности мыфти. Там присутствует много парафинок, а в районе, по-другому, скажем, на скорейшем безопасности, Морозов и Свадочная Тобарио Мощанович. Вот так. Вот это было со стороны параши веков, параши веков. А вот, я думаю, что стали на Ваши веков, там по-другому звали кем-кем-классу. Кем-классу, все кем-классу. А там, я знаю, что здесь небольшая несвободность. Валерий Кузьмин Валерий Курас Валерий Курас Также здесь вот на верху лес, откуда из леса приходят кашули даже по территории гуляют. Я понял, он мягкий скорее всего, ну как битум, дай. Вот Шандр как раз вот это нашел, увидел и вот он варил. Вот он вязкий становится, вот ломается. И в 1946 году с той первой скважиной лошади деревянных телегов в почках сюда начали водить. Здравствуй, прохладный, как хорошо. О, хорошо. В жаркое холодно здесь хорошо, зимой здесь тепло, наоборот. Также и в то время работали по три смены, по 10-12 человек. В первое время работали каторжи и сынные. Есть инструменты кирка. Ломали вот эту породу, загружали в железные вагонетки. Она у нас там, в том старом здании, стоит настоящий покажок. Смотрите. Вот это тоже. Приложил, сломал. Здесь? Да, конечно. Гореть. Ну вот, нашла и смена, допустим, кто-то заходит и по борту там уходят люди. У нас бука проходила. И вот здесь, на этом заводе, лошади вытаскивали на улицу, перед входом стояли вертушки крупные. Вагонетки загоняли лошади на вертушку, отцепляли. Потом поворашивали в любую сторону, куда надо было. А дальше, говорят, толкали вручную. На улице, говорят, в основном работали, это уже перед окончанием берега Честной войны было. В основном на улице работали женщины, внутри мужчины. Здесь вот стояли лебедки наверху, спускали вот на этот этаж и вот высыпали. Здесь вот стоят дробильные установки. Высыпали и вот эту массу измельчали до 2-3 миллиметров. Дробили, включали. И готовые печали, петли ножны. Сюда на завод болели крестиво. А вот пока электричества не было, вот эти дробильные установки были. Чтобы их привести в действие, вот эти установки для дробления. Приводили в действие за счет лошадей. Первое село Шугурово образовался, которое вот слева от нас, образовался в 1747 году. А вот который побольше уже, рабочий поселок Шугурово, образовался в начале 1950-х годов. Также у нас деревня Старая Шугурово, а рядом с ним деревня Новая Шугурово. Шугурово состоит из четырех частей. И на все четыре Шугурово у нас численность населения 3207 человек. Что случилось? Снимаешь? Да, все хорошо. Это прям как адский цех. Да. Вы уроды. Как будто в котлах этих варят. И вот готовый печальник. Вот потом там видите бункеры? Да. Они настоящие остались от завода. Через бункера готовый печальник. Здесь, в общем, создали такой небольшой театр. Да. Котел. Один остановленный ремонт. Туда заходят рабочие. Определяют поломку. Выходят обратно. И кричит мастером. Наполовину на русском, наполовину на татарском. Михалыч говорит, что лучший мотор. Здесь все заклинило. Здравствуйте. 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 Остается битом. Ага. Ну, отсюда можно увидеть то же самое. Единственное, я вам здесь добавлю, есть схема. Переработает гидроза песчанника. Водилые шарики. Идет отстой воды. Дремнирует. Затем уже идет в холодильнике. Там остужает битом. То есть вода там идет по трубе. Вот готовый битом заливая деревянную бушку, вывозили на склад. А песок уже отработанное тоже вывозили на улицу. Идализации не было. Все осталось здесь. Верный битом использовали. То есть заливали деревянную бушку, возили на склад, собирали и заводили. Он очень крепкий, твердый. И мы всегда говорим, качество вот этой плитки на процентов 150 лучше, чем современный асфальт. Вот он битом. Где наша молодежь? Вы открывали здесь все возможные двери. Зимой, когда холодно, идет пар сильный. Дым, еще вот этот газ. После битума так сразу чувствуется. Гравкой пахнет приятно, конечно. Вот зеленая роща. Там жил парень, тогда он был парень молодой. Ему было 19 лет. Работал в Бангадуле Наурснефть. И вот, со слов механиков, чертежа не было. Он собрал деревянную кошелку. Ага, точно. Кстати, красивее гораздо смотрится. Друзы кварца двусторонние. Склад лаборатории. Склад лаборатории. Склад лаборатории. Склад лаборатории. Склад лаборатории. 25 кг чистого битума нужно было варить. Вот это песка около тонны или даже больше. Именно вот на этом месте у нас добыча и варки битумоза песчаника заканчивается. Мы уже переходим на другой этап. Вот здесь стоят два пища. На этих пищах я сам тоже работал. Здесь было шумно. Температуру держали до плюс 360-380 градусов. Здесь стояли форсунки. Топливо мы на свои нужды использовали свое. Смотровые вот окошки есть. Открывали и смотрели свет в пламени. То есть идет варка нефти. Газ выходит, поступает в холодильное устройство. Остужали и получали печное топливо. Промежуточных никаких аппаратов не было. Поэтому топливо было темным светом. Кузница, столярная мастерская. Здесь уже мы с вами немножко поработаем. Здесь тоже стоит свой мастер. Но не каждый день. На больших мероприятиях только вы показываете. Мастер там уже подковывает копыта. Также здесь вот у лошади тоже. У них копыта разных размеров. Завязать не успели и ворота открыли. Можно было. Здесь у нас на лярном цепле. Здесь все из дерева. Разные. Разные. Виллы были вот такие. Да, не царить какие все. Вот кто у нас прибежается по Бондарянам. Мы уже готовимся. Это макет нефтеперегонная установка Вратьев-Дубинина. Изготовлен в 2016 году. Установка для выплавки битума из битуменозного песчаника. Применяемая на гудронном заводе. У вас Лошандора. Распортировка нефти гужевым способом. Макет установка отпуска нефти из погребов. Нефтеперегонный завод Надыра у Разметова. 1754 год. Естественный выход нефти на поверхность земли. Макет «Конная машина». Изготовлен в 2015 году. Установка добычи нефти колодезом способом 19 век. Установка ударно-канатного бурения. 19 век. Макет выполнен в 2016 году. Жилой дом с подворьем 1940-50 годов. Дом рабочего Шугуровского битумного завода. Четырехугловой. Сруб выполнен из бруса березы. Крыша из липовой коры. В доме проживала татарская семья из 5-10 человек. Там она не прятая. Там она стоит. Они прятая часа. Это жесть. Нет, нет. Часа прятая. Там в старяжном они были остались. Прятая вода. Часа еще есть. Пожарный депо Шугуровского гудронного завода. Свой пожарный пост. Заводский он был вот в этом здании. Уже рассказывали, что у нас в заводе был свой пожарный пост. Построили вот из местного камня. В старом стиле. Мы в этом уже вместе, да? Виктор, в этом уже вместе стоим? Нет. Чуть-чуть. Сторон убрали. Чтоб удобно было в нашем поселении. Да, вот раньше не было таких красивых пожарных машин. На пожар выезжали. Вот были вот такие пожарные бочные ходы. Да. Вот. И отец. О, невероятно! А ведь мы с кем находились. Из вашей, из якорей. Вешаге тоже готовы. У меня на большом watched. И с кем таком остались. Какое место? В 16-й фильме, задает губинский балансер. И вот как они пошли красноцветные. Продолжение следует... Дом образцового содержания. Вот такие мы дома видели. Это интерьер советской квартиры 70-80-х годов 20-го века. Вот и закончилось наше путешествие в Шугурово. И дальше нас ждут другие интересные места России.